Шаурма, кебаб, донер. Названия разные, содержание похожее. Мясо птицы, баранина, овощи, зелень, завёрнутый в лаваш или лепёшку. Знатоки делают ставку на соус, от него зависит вкус шаурмы. Конкурсанты Кренделя не согласны. Сегодня они показали настоящий полёт кулинарной фантазии. У нас шаурма будет на драники идти и с подкопченной рыбой. Традиционная белорусская кухня. Участница из Белоруссии Ольга Шевчук. Немногословно. Интервью отвлекает по регламенту команд 15 минут. А основа для драников ещё не готова. Надо добавить сыр и зелень. Соус тоже необычный. Вместо сметаны и горчицы – сыр. Это сливочный сыр со специями, базиликом и петрушкой. Что ещё будет добавлять? Жиркий соус для шаурмы. Он специально сделан таким. Это авторские рецептуры. У нас не будет жирких соусов. Время на исходе. А шаурма по-белорусски ещё не готова. Как сделать идеальную сервировку, когда жюри подгоняет? Я думаю, что мы будем смотреть на то, что они успевают. Я думаю, что посмотрим на качество и на всё остальное. Но они молодцы. Ищите сушу. Пока одна команда торопится, другая ещё не приступила. У участников из Казахстана ЧП. Плита не работает. Она у вас не подходит под эту плиту. Она не индукционная. Вытаскивайте. Ребята не расстроились. Время потеряно. Но они готовы удивлять жюри – национальной шаурмой. В основе традиционная колбаса из конины – кызы. Все ингредиенты заправлены медово-чесночным соусом. Участники из Астраханского политехнического колледжа мудрить не стали. У них шаурма – плотный перекус с говяжьей котлетой. За изюминку отвечает сыр моцарелла. Вот такой простой вариант – это бургер шаурма. Она вроде похожа на бургер, но сделана как шаурма. Солью посыпана морской вместе с перцем перемешанной и украшение. 17 команд, а значит 17 видов шаурмы – пробуют судьи. Оценивают сервировку, скорость подачи, эстетику блюда и, конечно, вкусовые качества. Что же скажут эксперты? Мы попробуем у них варианты и сделаем выводы. У вас нет отходов? Интересный вкус. Но есть над чем работать. Оценивали уровень подготовки студентов и астраханские рестораторы. Первое место заняли студенты Астраханского политехнического колледжа. Второе место у Московского колледжа индустрии и сервиса. Третье место у студентов Астраханского государственно-технического университета. Понятно, что не все будущие повара смогут стать шефами на участие в Кренделе. Неплохой опыт. А сертификаты Международного кулинарного фестиваля пойдут в портфолио, которое будет не лишним при дальнейшем трудоустройстве. Жанна Лива, Игорь Нефиденко, Центр новостей.